Привет, друзья! Сегодня мы с вами нарисуем фламинго. Сначала рисуем шею наподобие цифры 2. После этого пририсовываем толщину в виде капельки, либо листочка. Затем набрасываем лапки. Изгиб шеи должен быть ярко выраженным. После этого добавляем толщину шеи и рисуем овальную голову. Затем прорисовываем клюв. Прорисовываем наши лапки. Все лишние линии стираем. Большой кистью хорошенько промачиваем всего фламинго. И также добавляем немного воды снизу, под шею и сверху. Можно использовать любые розовые оттенки, которые есть в вашей краске. Но обязательным цветом должен быть алый и малиновый. Цветокрасным цветом рисуем шею, верхнюю часть шеи, нижнюю часть и верхнюю часть туловища. Добавляем брызги. После этого ярко-красным добавляем мазок на голове и на спинке. Затем с помощью розовых дорисовываем все остальные части, делая плавные переходы и рисуем перья. Ультрамарин добавляем в розовый. Также прорисовываем ноги. Ультрамарин добавляем в розовый и сиреневым цветом рисуем лапки, нижнюю часть туловища и правую щечку. Таким образом мы подчеркиваем тень. Добавляем цвета на фон в виде мелких капель и плавных светлых разводов. Когда наша работа немного подсохнет, приступаем к прорисовке. Насыщенным малиновым цветом подчеркиваем внутреннюю сторону шеи. Ярко-красным прорисовываем спинку. Затем берем темно-фиолетовый цвет и прорисовываем все наши тени. Они будут располагаться на правой щечке, внутренней стороне шеи, сверху и снизу, а также на нижней части туловища. Все переходы должны быть плавными и не забываем оставлять место для рефлекса. После этого берем ультрамарин и прорисовываем нашу тень на задней лапке, на нижней стороне туловища, а также на передней лапке справа. Затем добавляем немного красного в нашу верхнюю часть лапки и делаем плавный переход, чтобы у нас получился рефлекс. Немного синего можно также добавить в голову. После этого насыщенным бордовым начинаем кончиком кисточки прорисовывать перья. Перья должны быть разной толщины и располагаться в одном направлении. Это те перышки, которые находятся на крыльях. После этого берем желтый, мешаем с красным, чтобы получился оранжевый и добавляем теплый мазок на верхнюю часть нашего пера. Насыщенным бордовым, для этого нужно смешать розовый и синий, прорисовываем темную часть перьев, подчеркиваем шею и обязательно оттеняем щечку. Берем ультрамарин и подчеркиваем заднюю сторону нашей лапки. После этого на палитре смешиваем синий с черным. Черным мы берем больше и подчеркиваем наш клев. У фламинго на клеве черный кончик. Также добавляем глазик. Когда наша работа немного подсохнет, можно использовать немного белой краски, для того, чтобы обвести контур глаза и добавить немного светлых перьев на наше крыло. Все ярко выраженные границы обязательно размываем водой. Надеюсь, мой урок был полезен для вас. Обязательно попробуйте нарисовать что-то похожее. Не стесняйтесь задавать вопросы. Вот и он, наш фламинго.